Музыка Издавши телевидение приехал, они закрыли все на санобработку. Такая ситуация, у меня вот мама инвалид, диабетика, ее уже колбасит, а нас выгнали. Потом придете, все напишите, дооформим все. Перед Новым годом пришлось две платежки с разными суммами. Вот, я пришла, мне объяснили, какой платить. Вот, я по этой заплатила. Сейчас пришла вот платежка, опять с завышенной суммой. Мне почему-то прислали из-за декабря, почему-то, 19-го года. Я просто не разобралась, заплатила. А потом пришла следующая, из-за декабря опять, 20-го года, 21-го года, вернее, 21-го года. Вопрос неправильных начислений, перерасчеты и пений на оплату жилищно-коммунальных услуг, ожиданий повышения тарифов, суровый будний собственников недвижимости. Коронакризис сильно ударил по платежеспособности населения. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, на конец декабря 2020 года, общая задолженность граждан и управляющих организаций перед поставщиками составила 1,2 миллиарда рублей. Если весной прошлого года, когда во время режима самоизоляции многие просто не могли оплатить за жилищно-коммунальные услуги дистанционно, то уже позже причиной роста долгов стали финансовые трудности, с которыми столкнулись люди. Чтобы облегчить нагрузку на граждан, власти ввели запрет на начисление неустойки за долги по коммуналке. 1 января действие моратория завершилось. Я считаю, что мораторий либо вообще не нужно было вводить, либо отменять его было рано. По какой причине его ввели? Для того, чтобы помочь гражданам в этот сложный период. Так сложный период не закончился. Соответственно, если этот период еще не закончился, то какой смысл сейчас отменять этот мораторий? Потому что вот этот довольно небольшой временной промежуток, я думаю, сильно гражданам не помог. Коммунальные управленцы часто по-своему трактуют действующие законы и нормы. Ряд организаций начисляли пенни должникам, несмотря на действующий запрет. О таких фактах знают в госжилоинспекции. Но отмечают, что вопрос начисления задолженности в компетенцию ведомства не входит. Гражданам рекомендуют обращаться в суд. Прежде всего, должен обратиться в свою управляющую компанию, либо к ресурсу, на самом деле, организации, тот, кто это начисление производит, за разъяснением. Для того, чтобы объяснили, откуда эта пеня берется, за какой период и за какой период сформирования задолженности. И если гражданин с этим не согласен с разъяснением, считает, что все равно его права там нарушены, то здесь вступает уже в действие у нас гражданско-правовые отношения. И только в судебном порядке, по решению суда, либо суд признает эту задолженность в пеню, либо ее отменяет. Были случаи по управляющим компаниям некоторым, по небольшим ТСЖ, что пеню выставляли, начисляли в начале этого периода. Но, видать, потом граждане пошли тем путем, по которому им разъясняли. И больше таких обращений, в общем-то, там не было. Кризис неплатежей в первую очередь больно ударил по поставщикам. В концессии водоснабжения Саратов говорят о 30-процентном росте. На 1 февраля этого года долг потребителей за воду превысил 300 миллионов рублей. Управляющие компании перед поставщиком услуг задолжали такую же сумму. Прощать эти долги гражданам и организациям не собираются. Режим самоизоляции, который в апреле месяце был введен нашим правительством, повлияло в худшую сторону в плане ухудшения оплаты за коммунальные услуги граждан города Саратова. Дело в том, что закрытые предприятия, учреждения, закрыты были кассы, расчетно-кассовые центры, закрыты были Почта России, которые граждане не спешили платить за коммунальные услуги. Многое было ограничение в плане работы. Люди потеряли свою работу и были вынуждены сидеть дома. Поэтому в основном оплату, наверное, проводились на более необходимые нужды. Данная ситуация в любом случае изменила работу концессии водоснабжения и заставила пересмотреть наши отношения с потребителями. В 2020 году были проведены на конкурсной основе и заключены три больших контракта по взысканию дебиторской задолженности с граждан-потребителей. Мы больше 20 тысяч лицевых счетов взыскали, получили судебные приказы на сумму больше 115 миллионов рублей. На сегодняшний момент было получено и по исполнительному производству было взыскано в принудительном порядке сумма задолженности больше 25 миллионов рублей. Остальные находятся у нас в настоящий момент в работе. Мы в любом случае производим работу досудебную с гражданами. Мы в виде звонков, информации, смс-оповещения, информации, направления, уведомления о наличии задолженности на электронную почту потребителей с целью напоминания о том, что у них есть задолженность, им необходимо их погасить. Да, добрый день, управляющая компания МКД. Да, хотела поговорить с вами по вашей задолженности. Мы можем заключить с вами рассрочку от месяца до 4 месяцев. Рассрочка платежа как некий лайфхак для тех, кому сложно погасить весь долг сразу. Управляющие компании в случае заключения договора с собственником о рассрочке списывают пени. Такое ощущение, что люди немножечко отошли, потому что действительно большое число граждан болело. Они начали более активно сейчас сами инициировать, обращаться к нам с просьбой заключения рассрочки. Рассрочка беспроцентная, то есть в чистом виде сумма задолженности берется, делится на количество месяцев, но параллельно человек должен гасить, естественно, текущие платежи, потому что мы, я еще раз повторюсь, транзитная организация между населением и ресурсоснабжающей организацией. Поставщики коммунальных услуг хоть как-то пытаются положение исправить. Многие из-за долгов управляющих компаний переходят на прямые договоры с гражданами. В прошлом году мы переводили на прямые договоры население самых крупных управляющих компаний. У Точка Калининского района оно сфера, у Кастимы. За период с начала действия 424-го постановления задолженность населения приросла на 400 миллионов рублей. Соответственно, она будет взыскана в судебном порядке. С 1 января этого года постановление 424-го правительства Российской Федерации отменено. То есть все ограничения на начисление пения и ограничения коммунальных услуг отменены. Соответственно, в этом году пения будут начислены. Традиционно во втором полугодии саратовцев, как и всех россиян, ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля прибавятся расценки на свет, газ, вывоз мусора, воду и тепло. Ресурсоснабжающие компании в целях компенсации убытков в виде недополученных платежей от населения в 2020 году, скорее всего, в этом будут добиваться максимального процента индексации. А уже в ближайших платежках жителей нашего города ожидает очередной сюрприз. Из-за чрезвычайно морозной зимы в своих платежках в графе отопления они получат завышенные суммы. Да, у нас техническая служба, есть сотрудники, которые занимаются непосредственно отладкой отопления в доме. Каждое утро мы получаем отчеты, что у нас с приборами, какие там показатели. На местах у нас люди эти вопросы тоже контролируют. То есть это будет зависеть сумма, правильно? Ну, обычно, когда на улице градус понижается, то приборы, естественно, наращивают. Столько за квартиру платить, сейчас они еще путаницу внесли. То мы платим, раньше платили одной управляющей компанией, все сразу счета, сейчас сделали КВС отдельно, Т-плюс отдельно. Вот сколько принесут, столько и плачу. Конечно, все повышено, безусловно, но от нас это не зависит.